Третье поколение BMW первой серии с индексом F40 открывает завесу над новой переднеприводной платформой, а значит новая единичка не стала разновидностью китайского седана с кодом F52, который построен на более старой тележке УКЛ2 и продается в Поднебесной и Мексике. Для Европы первая серия будет только пятидверной. Машина удлинилась на 5 мм, расширилась на 34 мм и стала на 13 мм выше прежней. Смена заднеприводной компоновки на передний привод с поперечно расположенным двигателем обещает больше простора для пассажиров и вместительный багажник. На выбор две бензиновых и три дизельные модификации. Шестицилиндровых моторов более не будет. Двигатели начальных версий 116 и 118 вообще трехцилиндровые, объемом в полтора литра. Зато топовая М135 с двухлитровым битурбомотором разгоняется до сотни за 4,8 секунды. Передняя подвеска в стойке Макферсона. Задняя – многорычажная на всех версиях. Опционный полный привод с муфтой подключения задней оси. Официальный мировой дебют модели намечен на сентябрьский автосалон во Франкфурте на Майне. А уже 28 сентября начнутся мировые продажи. Автоваз объявил о начале производства приподнятых универсалов Lada Granta Cross. По сравнению с обычной Грантой, клиренс вырос на 18 мм, до 198 мм. В базовую комплектацию кроссов включат климат-контроль, рейлинги на крыше и колеса большей размерности. На выбор будет два бензиновых двигателя объемом 1,6 литра, 8-клапанный с механической коробкой или 16-клапанный с роботом АМТ. Продажи должны начаться в ближайшие недели, а цена, предположительно, составит около 500 тысяч рублей. Росстандарт опубликовал одобрение типа транспортного средства на новую Мазду 3. В России сертифицированный хэтчбэк и универсал с передним приводом и двумя бензиновыми двигателями Skyactiv. Оба агрегата уже знакомы. Полуторалитровый мотор ставился на прежнюю трешку, а двухлитровый атмосферник знаком по Мазде 6. Исходя из документа, первый мотор будут комплектовать только механической коробкой, а второй как механикой, так и шестиступенчатым автоматом. Ни полного привода, ни хитроумного бензинового мотора Skyactiv G с воспламенением отжатия в России не будет. В базовую комплектацию войдут 7 подушек безопасности, электронная система стабилизации, кондиционер и омыватель фар. Указаны два размера шин и некоторые опции. Например, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Машины к нам будут импортировать из Японии. Локальная сборка не предусмотрена. У дилеров новая Мазда 3 появится летом. Lexus RX в нынешнем четвертом поколении выпускается уже 4 года, а значит, пришла пора для плановой модернизации. Внешность изменилась не сильно. Опциональные светодиодные фары снабжены продвинутой функцией Blade Scan AHS с двумя вращающимися зеркалами. Это означает улучшенную скорость и точность работы адаптивного светового пучка. Главные изменения сосредоточены в салоне. Экран медиасистемы отныне сенсорный, 8-дюймовый в базовой комплектации, а за доплату с диагональю 12,3 дюйма. Длиннобазные модификации RXL предложены раздельные капитанские кресла второго ряда. А на третьем ряду диван получил регулировку, давая выбор между пространством для поклажи или для седоков. Доработана и ходовая часть. Стабилизаторы на обеих осях стали толще на 1 мм и жестче. Ради лучшей управляемости перенастроены пружины, амортизаторы и рулевое управление. Об изменениях по части моторной гаммы в Lexus ничего не говорят. Производство обновленный кроссовер поступит в третьем квартале, а мировые продажи начнутся осенью. Рассекречивать новое шестое по счету поколение компактного хэтчбека Corsa компания Opel решила с электрической версией Corsa E. Наименование получилось двусмысленное, ведь модели Opel традиционно обозначаются буквами, и нынешнему поколению Corsa присвоена литера F, а Corsa из большой буквы I называлась уходящая пятая генерация. Новая машина по сути технический клон хэтчбека Peugeot 208. Малыши построены на французской тележке CMP концерна PSA, и вся агрегатная база Opel досталась уже готовой. Собственный разве что дизайн. По сравнению с предшественницей габариты не слишком изменились. Интерьер, конечно, радикально новый. Французские уши торчат в виде селектора трансмиссии и дисплеев. Силовая установка точь-в-точь, как у аналогичного электропежо. Только запас хода оказался на 10 км меньше, хотя емкость расположенных под капотом батарей точно такая же – 50 кВт-часов. В ближайшие недели Opel рассекретит и остальные модификации Corsa. По аналогии с Peugeot мы ожидаем три варианта трехцилиндрового бензинового турбомотора 1.2 Putec и полуторалитровый четырехцилиндровый турбодизель Blue HDI. Появится ли у нас новая Corsa, пока неизвестно. Осенью Opel возобновит продажи в России, и в силу скудности модельного ряда шансы вывода новинки на рынок есть. В Монако состоялся третий этап Еврокубка Формулы Рено. Пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смолер стал серебряным призером субботней гонки и одержал победу в воскресном заезде. На узкой городской трассе в Монако почти все решает стартовая позиция, а пятничную квалификацию Смолер выиграл, стартовав вторым в субботней гонке и первым в воскресной. И если на первой гонке Смолер вторым же и финишировал, то в воскресенье Александр стартовал с первого ряда и быстро оторвался от соперников. Нужно отметить, для программы SMP Racing это первая победа в престижной гонке в княжестве Монако. В итоге Александр Смолер набрал 86 очков, которые позволили занять вторую строчку в общем зачете среди 23 участников. Пилот молодежной программы SMP Racing Ирина Сидоркова вышла в лидеры женского зачета испанской Формулы 4 по итогам третьего этапа, который состоялся в минувший уикенд на испанской трассе в Арагоне. В первых двух заездах россиянка финишировала на 12 и 11 местах в общей классификации. Финальную гонку этапа Сидоркова завершила на шестом месте, завоевала кубок в женском зачете и по сумме набранных очков вышла в его лидеры. Четвертый этап испанской Формулы 4 пройдет 22 и 23 июня на испанской трассе имени Рикардо Торма. Рунет обсуждает проблемы кроссовера X-Ray Cross. Канал Lada Loven опубликовал письмо начальника управления организации сервисного обслуживания автоваза и список ВИН-кодов дефектных машин. В этом письме говорится о возможном несоответствии валы электроусилителя рулевого управления. Из эксплуатации автомобили следует отзывать немедленно, обзванивая владельцев по телефону. А это значит, что выявленный дефект угрожает безопасности. Ранее в интернете был опубликован ролик о лопнувших сварных швах на рулевом вале новенького с пробегом менее полутора тысяч километров X-Ray Cross. Возможно, именно срочностью вопроса объясняется то, что на сайтах Автоваза и Росстандарта сообщений пока нет. Спустя год молчания вернуться в Россию решила узбекская марка «Равон». Напомним, что бренд родился 4 года назад на основе совместного предприятия GM Узбекистан. Минувшей зимой американцы продали долю в совместном предприятии государственной компании «Узавтосанаат». И теперь отпущенный в свободное плавание «Равон» осваивает рынки заново. Продажи в Белоруссии и Украине уже возобновлены. В Казахстане запущена локальная сборка и такой же сценарий приготовлен для России. Превращать машинокомплекты в автомобили будет завод «Дервейс» в Карачаево-Черкесии. Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов. Ранее предприятие занималось выпуском черри или фанов. Но прошлой осенью завод обвинили в уклонении от уплаты налогов. И китайские партнеры вывезли свое оборудование. Теперь «Дервейс» попытает счастье с маркой «Равон». Модельный ряд пока не объявлен. Но в соседней Беларуси на рынок вышли «Равон» Р3, клон «Шевроле Авео» и «Равон» Р4, он же «Шевроле Кобаль». На них пока действует общий на Евразийский союз сертификаты одобрения типа. Российский союз автостраховщиков объявил о грядущих переменах в правилах прохождения технического осмотра. Пока наверняка известно только одно. Подделать диагностическую карту станет намного сложнее, в то время как сама процедура прохождения ЭТО подорожает. Принятые Госдумой поправки в закон о техосмотре призваны решить проблему массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра. Теперь весь процесс будет фиксироваться на фото. Затраты на обновление системы лягут на плечи потребителя. Как это отразится на ценах? «Мы не можем давать гарантию, что она останется на том же уровне, поскольку это зависит от администрации конкретного региона. Но, видимо, в ряде регионов цена поднимется, потому что она сегодня уже низка. В каких-то регионах она может остаться на том же уровне, потому что она уже достигла определенной высоты». Диагностическая карта превратится в электронный документ, который будет содержать фотографии автомобиля на входе и выходе с диагностической линии, географические координаты, дату и время начала и окончания техосмотра. Кроме того, контроль над операторами предполагают разделить между ГИБДД и РСА. Полиция будет устраивать внеплановые проверки, а РСА – выдавать аккредитацию. «За 2018 год, по информации РСА, в ходе проведения контрольных мероприятий, было аннулировано 314 аттестатов аккредитации». Закон вступит в силу через год после опубликования, так что у автовладельцев и операторов техосмотра есть время подготовиться.